В Подольске прошла встреча сотрудников управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу с представителями СМИ. Журналистам рассказали об основных требованиях законодательства, видах нарушения, которые СМИ порой допускают в процессе работы и многом другом. Подсказать газетам, интернет-изданиям и организациям телерадиовещаний основные требования закона – научить и проконсультировать. Такую цель преследовали специалисты управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. В ходе встречи журналистам привели примеры основных видов нарушений, которые были выявлены по результатам мониторинга СМИ. Практически половину занимают эти нарушения, связанные с распространением материалов, содержащих нецензурную брань. Также, что у нас еще достаточно часто выявляется, это материалы с признаками пропаганды порнографии и материалы, распространяющие информацию об организациях, действия которых запрещено в соответствии со 114-м федеральным законом. Особое внимание в ходе беседы уделили проблеме защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Здесь обсуждение коснулось возрастной классификации журналистских материалов – от 0 плюс до 18 плюс. Так должны маркировать продукцию все СМИ без исключения. Классификация введена 436-м федеральным законом, служит в первую очередь ориентиром для родителей, чтобы они могли определить, стоит ли давать возможность своему ребенку ознакомиться с материалами данной информационной продукции. На совещание были приглашены представители СМИ со всего Центрального федерального округа. Приехали и журналисты из Люберец. По их словам, подобные беседы становятся серьезным подспорьем в работе. Мы присутствуем не на первой подобной встрече. Эти встречи необходимы для того, что, так как мы используем в своем работе несколько законодательных баз, а как известно, что любой закон трактуется по-разному, то эти совещания необходимы для того, чтобы прийти к какому-то определенному знаменателю. Резюмируя заседание, специалисты Роскомнадзора подчеркнули, что такие беседы с представителями СМИ проводятся регулярно. Следующим местом встречи, возможно, станут и Люберцы.